История фортификации На самом деле, такой термин, название «линия Сталина», он никогда реально не применялся ни в архивных документах, ни во всех официальных материалах, ни в период проектирования, ни в период строительства, ни тем более потом. Название «линия Сталина» это сугубо пропагандистское название, более того, придумано оно было отнюдь не в Советском Союзе, а впервые оно появилось в европейской прессе и пропагандистское название раскрутилось уже в ходе Второй мировой войны, в первую очередь немцами. Вообще же речь шла про укрепленные районы. Тоже хочу отметить, что как термин «укрепленный район» это не была выдумка в Советском Союзе, потому что впервые именно термин «укрепленный район» появился еще в XIX веке, но тогда речь шла о крепостях. Укрепленные районы успешно применялись и в Первую мировую войну, и в первые годы существования Советского Союза, но тогда речь шла про укрепленные районы в виде полевых позиций, обычные траншеи, окопы, блиндажи, пулеметные гнезда без применения бетона. Позже, когда возник вопрос о том, что необходимо построить уже полноценные укрепленные районы, заблаговременно готовя территорию для обороны, для будущей войны, тогда снова возродился этот термин «укрепленный район», но уже в виде участка местности, подготовленного средствами так называемой долговременной фортификации. Что имелось в виду поддолговременная фортификация? Это боевые сооружения, построенные из долговечных материалов, которые способны не только противостоять снарядам, потому что, например, огневая точка, построенная из бревен и обсыпанная землей, она способна выдержать удар снаряда. Но такая огневая точка за 3-4 года своего существования, она просто сгнивала, поэтому такие постройки назывались временными. А вот сооружение, построенное из железобетона или других долговечных материалов, оно могло ждать своей военной судьбы десятилетиями. И вот и было решено, что необходимо укрепленные районы построить в виде вот таких долговременных сооружений, чтобы они уже были к моменту боевых действий готовы, дождали своего часа. Поскольку военные угрозы из-за политической ситуации в отношениях с европейскими соседями были довольно напряженные, особенно в 1927 году достаточно проблемная возникла ситуация политическая, было принято решение приступить к строительству укрепленных районов на наиболее важных с точки зрения Генерального штаба Рабочей Крестьянской Красной Армии в направлениях. Из-за недостатка финансирования все эти первые предложения, они не были реализованы сразу, и начиная с 1928 года каждый год приступали к строительству нового укрепленного района. В результате на первом этапе строительства было построено четыре укрепленных района. Первым фактически стал Полоцкий укрепленный район, где были построены первые экспериментальные огневые точки. Но массовое строительство первое началось в Карельском укрепленном районе, который должен был защитить Ленинград со стороны Финляндии. Затем вторым укрепленным районом началось строительство Киевского укрепленного района, который должен был прикрыть город Киев со стороны действий польской армии. Затем было развернуто строительство уже собственно основной массы Полоцкого укрепленного района. И последним было начато строительство Мозырского укрепленного района. Вот так выглядело начало этого большого строительства по программе укрепленных районов. В процессе строительства Мозырского укрепленного района одновременно с ним было принято решение о постройке еще нескольких укрепленных районов, которые бы заполнили промежутки между первыми четырьмя. И фактически речь шла о том, что весь западный театр возможных боевых действий от Балтийского моря до Черного будет прикрыт практически сплошной линией укрепленных районов. В любом случае строительство укрепленных районов четырех начальных, они носили где-то экспериментальный характер, шел поиск формы сооружений, типов сооружений, стойкости, оборудования, заслонки различных типов. Партификационная школа только разрабатывалась фактически, каких-то новых идей еще своих привнести не успели, использовалось вооружение, оставшееся от царской армии, это пулемет системы «Максима», это те же установки на лафете Дурляхова, которые используются в Киевском укрепрайоне. Дальше пошло развитие, это получение материальных возможностей и технических возможностей промышленности, это массовое изготовление различных оборудований, дверей, заслонок, разработка новых систем вооружения, это той же казематной пушки образца 1932 года, которые позволили развернуть массовое строительство укрепрайонов относительно. Это такие укрепрайоны, как Минский, тот же Литичевский, Новоград-Волынский, Коростенский, Могилев-Ямпольский, укрепрайоны вдоль Приднестровья. В 1937 году было принято решение построить новую полосу укрепленных районов, которая была бы с ростом техники, военных доктрин, возможностей, возможного противника технических. То есть укрепления, созданные вообще по другому принципу, они не строились линейно, они представляли из собой практически непрерывную линию опорных пунктов и узлов обороны, и строились они именно как термин «линия Сталина», можно было бы это положить, именно как линия укреплений вдоль государственной границы. Совмещение вот этих всех линий укреплений можно было бы условно назвать так называемой «линией Сталина», но название это фактически происходило, и оно использовало в немецких документах, соответственно, перекочевало в наши отчеты, какие-то секретные, но в публичном пространстве никогда это название, ну я бы так сказал, где-то до 80-х годов, оно никогда не афишировалось. В ходе строительства укрепленных районов одновременно и эволюционирование развивалось все это, поскольку все огневые сооружения, наблюдательные сооружения, убежища, все это разрабатывалось достаточно быстро. Опыт, хотя и был у военных инженеров, но достаточно специфичный, потому что большинство из них были выпускниками еще царских инженерных вузов, поэтому по большому счету им пришлось весь вот этот свой опыт превращать в нечто новое, а придумывать какое-то новое оружие, это всегда достаточно проблемно. В результате первые экспериментальные постройки, которые были возведены возле Полоцка, это, например, такие двухъярусные доты, которые больше напоминали крепостные башни, где действительно амбразуры были на двухъярусах, где предполагалось до 8 пулеметов, если не ошибаюсь, на сооружения, и которые полностью на 360 градусов вокруг себя могли вести обстрел. Сразу же тогда поняли, что нет, это слишком дорого, такой дот виден издалека, это великолепная мишень для артиллерии. Все последующие годы эволюция шла, развитие этих артификационных сооружений в сторону их упрощения и удобства применения. Точно так же менялась и классификация сооружений. Если в первые два года их существования, 28, 29, до 30 даже года, сначала были типы А, Б, О, потом появляется тип М, к этим литерным обозначениям добавляются еще индексы, которые означали, а против какого типа и калибра снаряда это сооружение рассчитано. Ну, например, сооружение тип А, это наиболее мощный дот, который способен был выдержать прямое попадание снаряда из 203-миллиметровой гаубицы. И внутри было убежище, это, как правило, двухэтажный дот, ну и, соответственно, Б, О, это все более и более простые огневые точки. На определенном этапе оказалось, что сами военные инженеры начинают путаться в этих индексах, их изменениях, в результате было принято волевое решение упростить классификацию. Теперь есть дот типа Б, самый большой по мощности и по количеству помещений, затем М1, М2, М3, затем МС наиболее простой и несколько дополнительных типов сооружений. То есть в результате были вынуждены еще и переклассифицировать все эти старые сооружения, которые строились в первые годы строительства. А затем уже по этой системе нормально устаканилось, что, как называется и как это применяется. Здесь есть интересный момент. Последний по этому этапу строительства Новгород-Волынский Урл имел фактически одно сооружение, которое, можно было сказать, в стойкости М1, ну и Б. Оно было НП. То есть пулеметных сооружений двухэтажных, которые могли бы... Он вообще не построен. А в Литичевском их было всего 12. Это на 4,5 сотни сооружений. То есть уходили от таких мощностей к более простым. Зато увеличилось количество мелких сооружений. Это сооружения типа МС, которые могли быть приспособлены к местности и замаскированы. Соответственно, более простые и, соответственно, быстрее в применении, в изготовлении и во всем остальном так. В будущем вообще отказались от этих индексов БМ1, ММ2 и так далее. И начиная с 1938 года сооружения уже именовались, например, орудийно-пулеметный ДОТ против 155-мм снаряда или против 210-мм. Уже таким способом указывалась мощность сооружения. Точно так же эволюция происходила и с амбразурными узлами, и с пулеметными станками и внутренним оборудованием. Например, большую проблему для советских инженеров представляло то, что амбразурные узлы разрабатывались одновременно с разработкой сооружений. Так, под Полоцком в первых ДОТах были амбразурные узлы по системе Белинского сделаны, которые вообще не пошли в серию, потому что оказалось, что это неудобно и сложно. И настолько неудобно, что их вообще в кустарных условиях местных мастерских были вынуждены изготовлять. В серию пошел первый амбразурный узел пулеметной образца 1929 года конструкции инженера Юшина, который уже в следующем году был заменен амбразурным узлом образца 1930 года, который, в свою очередь, по опыту эксплуатации забраковали и уже в следующем 1931 году, наконец, принимают на вооружение пулеметный узел П-31 образца 1931 года, который, наконец-то, остается уже до 1938 года включительно основным амбразурным узлом в боевых сооружениях для пулеметов. То же самое происходило и с амбразурными узлами для командно-наблюдательных, артиллерийско-наблюдательных пунктов. Тоже сменили как минимум три типа. Соответственно, нам теперь, как историкам, это все представляет такой интерес, что под Киевом мы можем наблюдать всю эту историю, эту эволюцию в разных сооружениях, там, где еще сохранились хотя бы остатки или в целых дотах. Мы видим не везде абсолютно одинаковые бетонные коробки с одинаковыми амбразурами, а мы видим все эти изменения. Соответственно, можно определить с долей вероятностью, какого типа сооружения, где строилось и в какой период, и даже по следам внешней опалубки. Впрочем, многим нашим читателям, зрителям такие нюансы недоступны, они на это не обращают внимания. Для них это все баса бетона. На самом деле это далеко не так. Мифы я бы разделил тут на несколько видов. Ну, самый распространенный, который тиражировался в прессе, в телевидении и в печати, он даже обсуждался, как, возможно, реальный исполненный. Это миф о так называемой взорванности линии Сталина или советских укреплений, в зависимости от того, где подавалась эта информация. Накануне войны якобы сооружения взорваны, сооружения не приспособлены были к введению боевых действий, заброшены, закинуты и, соответственно, никак не могли быть использованы. И это спровоцировало такое катастрофическое развитие боевых действий летом 41-го года. На самом деле этот миф имеет под собой далекую основу, но все со временем было извращено и превращено в некую такую форму абсурда. Никто, естественно, ничего не взрывал. Ни приказов, ни распоряжений, ни таких концепций не разрабатывалось вплоть до 41-го года. В 40-м году сооружения были поставлены на консервацию. Особенно это касалось сооружений, построенных вдоль границы. Они были даже недостроены, недооборудованы, а некоторые опорные пункты находились в состоянии строительства котлованов. Сооружение должно быть обсыпано с напольного бока, со свопольной стороны, замаскировано на фоне окружающей местности, что, соответственно, местное население не воспринимало как нормальное. И транслировались идеи, что якобы его засыпают для того, чтобы оно не функционировало, амбразуры закладывались камнями и его превращают просто в холм. Некий этап таких слухов развил в свое время Петро Григоренко, известный диссидент во времена Хрущевского. Вот теперь, который издал свою книгу в Нью-Йорке, насколько я помню, в подполье можно встретить только крыс. Там он упомянул о том, что перед войной все советские укрепления, которые строились в непрерывной линии, большей частью были взорваны, буквально цитата, загремели взрывы по всей линии Сталина. Об этом первым написал Суворов, который вообще воспринял эту идею за чистую монету, что действительно что-то там взрывали и обосновал это необходимостью создания проходов войск между укрепленными районами, которые якобы мешали. Ну то есть одна фактически ересь была награждена второй глупостью, которая вообще превратила это все в абсурд, что сооружения взрывают для того, чтобы войскам проехать невозможно, хотя они не строгались и не перекрывали дорогу. На самом деле произошла консервация сооружений, и единственное рациональное зерно в этом мифе сама консервация сооружений и то, что они были засыпаны и фактически не могли исполнять свою роль. То есть это было интерпретировано, как их уничтожено. С момента, когда заканчивалось строительство укреплений, укрепленный район считался боеготовым. В ДОТах могло быть установлено вооружение, подготовлено все оборудование, загружены могли быть боеприпасы. И гарнизоны вели боевую учебу, и они были готовы по большому счету в любой момент по сигналу тревоги занять огневые точки для того, чтобы отразить удар. Собственно говоря, в этом и было предназначение укрепленного района. В мирное время служба гарнизонов укрепленных районов сводилась к тому, что они охраняли огневые точки, причем людей не хватало на то, чтобы поставить охрану возле каждого ДОТа. Поэтому охраняли методом патрулей. Соответственно, с журналом, с планом занятий на ДОТах периодически велась какая-то боевая учеба. Плюс ко всему этому добавлялись обычные прелести любой военной службы. Это наряды хозяйственные, наряды на охрану собственных казарм, на кухню и так далее, и так далее. В результате на боевую учебу времени у них оставалось очень мало. Когда поступил вот этот приказ о консервации старых укрепленных районов, когда было принято решение о строительстве новой линии укреплений уже на новой государственной границе, и старые гарнизоны укрепленных районов выводились из своих мест дислокации, их переводили на новую государственную границу. На месте оставался минимум людей. Все ДОТы были на замок поставлены, а все вооружение сдано на склады и уехало в армию. Причем настолько уехало, что когда уже началась война, 28 июня 1941 года на запрос Киевского укрепленного района о передаче им почти 600 пулеметов, им сказали, а пулеметов нет. Ждите, может быть, где-то найдем. В контексте мифов, которые здесь мы обсуждали, нельзя не упомянуть о роли местного населения, на территории которого проживало, на территории, в которой строились укрепленные районы. Это местные шельские жители и вспоминания, которых мы слышали, собирали. Это удивительные вещи, как воспринималось, собственно говоря, строительство. Потому что сооружения построены амбразурами не в ту сторону. Это было бы удивительно, если бы это в одном месте такое говорили. Но когда это в разных районах разных частей Украины одно и то же произносится, то это наводит на какую-то интересную тенденцию, что эта информация распространялась либо принудительно, то есть кто-то об этом им доносил, либо они это воспринимали одинаково, независимо от того, в каком месте это происходило. Ну, не могли люди сельского уклада понимать, правильность или неправильность расположения амбразур, не понимая, что фланкирующее сооружение строится совсем по-другому принципу ведения огня. Это вот очень важный момент. То есть этот миф, который, честно говоря, прослеживается до сих пор. Я иногда его даже встречаю и в интернете. И второй момент, который меня просто удивлял, это воспоминание о том, что линию почему-то строили немецкие инженеры. Я вот не видел никаких оснований для такого утверждения, где немецкие инженеры и где укрепили. А это как раз было одно из объяснений, почему у дотов образуют не в ту сторону. В ту сторону, да. Оно востекало из другого. Тут я согласен. Удивительный был факт, что вот этот инженер прибегает потом с немецкими войсками в 1941 году уже в немецкой, естественно, форме. И показывает местному населению, ну вот, видите, мол, все нормально. Построили как положено, и оно не стреляло. И вот-вот произошла так называемая зрада. Соответственно, сооружение невозможно было абсолютно применить в их назначении. То есть вот эти вот благоглупости или мифы, которые укоренились у людей, и я их слышал, это практически вот буквально 5-7-10 лет назад. Удивительно, как они вообще дожили до этой поры. Меня это просто поразило. То есть какие основания были для таких утверждений. Единственное, что мне удалось найти в документах, это на двух участках, в совершенно отдельных другом районах, присутствовали люди с фамилией, которые можно было интерпретировать как немцы. Это некий инженер Отто в Коростейнском районе и некий инженер Шмидт, который строил в Литическом море, был начальником строительного участка. Но не они разрабатывали и сажали эти сооружения, они были фактически исполнителями. И не факт, что это были вообще немцы. Возможно, это были просто люди еврейской национальности. К непониманию тактической задачи каждого конкретного ДОТа, которое обычный человек, естественно, ему бывает трудно это сопоставить, надо отметить, что иногда и комиссии Генерального штаба, которые работали в округах, вот, например, в 1937 году большая проверка по укрепленных районах, тактические соображения, по которым те или иные отдельные ДОТы были посажены именно в этом месте с направлением стрельбы именно в эту сторону, даже эти комиссии иногда ставили в недоумение, а почему проектировщики решили так. Но, как оказалось, в большинстве случаев спросить у проектировщика уже не получалось, потому что, как правило, большинство их на тот момент уже были репрессированы. История с мифами очень показательна в плане того, что наша история, которую потом не стали обобщать, анализировать и публиковать, она практически частью собой и является большой миф о Великой войне, о Великой стране, на которую напали, то ничего удивительного о том, что такие мифы были живучи, и до сих пор мы еще их можем услышать, прочитать, и даже свидетелей якобы этих видеть воочию. Итак, основная задача укрепленного района, она заключалась в том, чтобы прикрыть либо важный узел дорог, как это было в случае с Полоском, переправу через реку, важный, например, административно-политический центр, как в случае с Ленинградом и с Киевом, и одновременно прикрыть плацдарм для разворачивания своих полевых войск. Ведь в те годы, когда строились укрепленные районы, да собственно говоря, как и до сих пор, мобилизация войск, она не может быть произведена в течение нескольких часов или нескольких суток. Всегда это занимает минимум 5-7-14 дней, чтобы собрать мобилизованных, их переодеть, и уже эти сформированные войска потихоньку вывести в районы сосредоточения, где они будут разворачиваться. Дело в том, что укрепленные районы, они строились в конце 20-х годов. Особенное впечатление на них произвела советско-польская война 1920 года. Большевистская Россия воевала с Польшей еще с самого начала 1919 года. Советско-польская война, она не началась вдруг ни с того ни с сего весной 1920 года. Это было продолжение войны, которая перед этим шла уже целый год. Просто зимой 1920 года между Польшей и большевистской Россией было перемирие, но была линия фронта. Кроме того, в тот период активным участником боевых действий была и, собственно говоря, украинская армия. Ведь, например, Киевский укрепленный район первый раз был прорван штурмом в 1919 году объединенной украинской галецкой армией и войсками Петлюры, которые взяли Киев штурмом. Причем тот укрепленный район проходил на тех же самых рубежах, на которых потом был построен уже укрепленный район с бетонными сооружениями. Так вот, весной 1920 года, когда началось большое польское наступление в Белоруссии на территории Украины, оно произошло настолько неожиданно для Красной армии. И поляки настолько быстро продвигались вперед, что, например, Киев Красная армия оставила вообще без боя. Они даже не стали оборонять город. Они не успели собрать городу достаточно войск, чтобы вести его оборону. Точно так же стремительным ударом поляками был взят город Мозырь. Позже, уже, например, в 1921 году, когда, собственно говоря, и гражданская, и советско-польская война закончилась, уже остатки украинской армии преподнесли для большевиков пренеприятнейший сюрприз, когда был предпринят рейд группы генерала Тютюнника, которые с территории Польши зашли в украинское Полесье. Они хотели поднять восстание. И одной из целью для того, чтобы это сделать, они избрали город Коростень. Эта большая группа украинских войск, они ворвались в город Коростень, в котором в тот момент находилось немало красных войск, захватили станцию, захватили склады с вооружением, имуществом, и в течение нескольких часов удерживали станцию в городе Коростень. А Коростень – это важнейший железнодорожный узел, который обеспечивал фактически всю приграничную ракаду для Красной Армии. Так вот, все эти примеры, как с кампаний 19-го и 20-го года, и в том числе этот партизанский рейд 21-го года, они показали наочные примеры для Красной Армии, что ситуация может оказаться так, что противник может захватить важнейшие коммуникационные или политические узлы до того, как там успеют развернуться свои войска. Именно для того и решено было прикрыть их укрепленными районами, где будут постоянно дежурить гарнизоны, чтобы они успели хотя бы на несколько часов, а лучше на несколько дней, задержать вот такой прорыв противника и дать возможность своим полевым войскам собраться, подтянуться и занять устойчивую оборону и перейти в контрнаступление. Собственно говоря, вся вот эта линия укрепленных районов, она и была призвана для того, чтобы прикрыть районы развертывания основной массы полевых войск, которые в дальнейшем уже возьмут на себя основные боевые действия. Вот если бы укрепленные районы смогли удержать свои рубежи в течение нескольких дней, считалось, что они свою задачу полностью выполнили. Практика 1941 года показала, что эти расчеты, скажем так, отстали от времени и уже не получилось в некоторых, в большинстве случаев так, как на это рассчитывали в конце 20-х годов. В условиях 1941 года это выглядело совершенно по-другому. Во-первых, не было приведены действия, планы, механизмы подготовки к войне и вскрытие вот этих красных пакетов, оно никак не отразилось на войсках укрепленных районов, потому что они просто по мобилизации начали призывать людей. То есть никакие войска в них не вошли. То есть никаких сосредоточений сил за их территорией фактически не произошло. Все события произошли уже за линией укрепрайона в районе Новой границы. Вся дея обороны на линии старого укрепрайона возникла уже фактически только 30 июня, когда Кирпанус издал приказ о том, что нужно отвезти там войска и готовить долговременную оборону. Тут даже трудно что-то предположить, как оно могло бы быть в других вариантах развития событий, но стремительное продвижение военных действий вглубь страны привело к тому, что первые укрепрайоны, которые вступили в бой, это по дате, если я не ошибаюсь, это 4 июля, это Староконстансиновский укрепрайон, более ранних свидетельств я не нашел, ну и Шепетовский, конечно, это район села Крупец, это где первые части противника, 11-я танковая вышла в район села Крупец и первый бой, который там произошел, по-моему, 12 часов дня, 4 июля 1941 года. Это фактически уже переход немецкой армии через линию старой государственной границы. Хочу уточнить, что по тем планам, которые были разработаны в конце 20-х, начале 30-х годов, оборона укрепленного района, она предусматривалась таким образом, что гарнизоны занимают огневые точки и только их, а вот полевые позиции между дотами должны были занять уже пехотные части тех полевых войск, которые должны были быть введены в укрепленный район. И точно так же артиллерийская поддержка укрепленного района, она должна была быть той немногочисленной артиллерией, которая была в составе гарнизона укрепленного района, так было в начале 30-х годов, а затем эта миссия была возложена уже на артиллерию тех полевых дивизий, которые должны были развернуть оборону. Так это было по планам, а в реалиях 1941 года ничего из этого толком не получилось, потому что в укрепленные районы в основном войска отступали, и в результате получалось, что по документам такая-то стрелковая дивизия заняла оборону в южном фасе укрепленного района, а в этой дивизии вместо 12 тысяч человек списочного состава по штату, у них на самом деле реально бой вести в состоянии около тысячи человек. Очень правильно выточить. А по всем документам проходит, что дивизия заняла оборону? Ну я бы сказал, что в роли предвоенных планов глубинные укрепрайоны, начиная там Киевский, тот же Новоград, Литичев, Коростень, они вообще не были прописаны, потому что они оказались от линии государственной границы на глубину до 350-380 километров. Например, тот же Астропольский урт, там 460 километров от линии границы. То есть какие планы он мог отыграть, тем более находясь на состоянии консервации. И то, что они приняли участие в боевых действиях в июле 41-го года, это фактически импровизация. То, что начали срочно и бегом исполнять, призывать людей, заполнять штатные вакансии в пульбатах и в структурах укрепрайонов. Это то, что не планировалось изначально, на то, что расчета не было. То есть где-то оно по документам проходило, но реально, кроме проверки боеготовности и перегрузки штатов, никакой подготовки особой к введению боевых действий сделать не успели. Велась подготовка совсем к другой войне. И в этой войне роль глубинных уровней, она практически была совершенно не прописана. Никто не рассчитывал вести войну в глубине советской территории на 350-400 километров. Любое поднятие такого вопроса весной, летом 41-го года, оно вызвало бы как минимум недоумение, а как максимум, скажем так, интерес соответствующих органов. Потому что это более чем пораженческое настроение и непонимание тенденций политики Советского Союза, скажем так, в 41-м году. Мы совершенно должны отдавать в этом себе отчет, потому что сейчас наше послезнание нам мешает немножечко понять. Я понял все-таки, что на самом деле в обязанности Генерального штаба заключалось и предусматривание самых разных вариантов развития. И допускался глубокий прорыв боевых действий на территорию Советского Союза, потому что, например, проекты Ржевского, Можайского укрепленных районов, которые вообще находятся уже в России, в Российской Республике имеется в виду, в глубине территории намного более удаленной от государственной границы, чем тот же Киевский укрепленный район, который один из наиболее удаленных. Так вот, планы этих укрепленных районов, они были созданы еще весной 41-го года. Причем планы не просто, ну вот тут может быть построим, а в виде компоновки узлов обороны и опорных пунктов. То есть предусмотрено это было на тот невероятный случай, если так развернется стратегическая обстановка, и противник таки вторгнется в глубины Советского Союза. И в результате вот этот разработанный план весной 41-го года, его пришлось спешно реализовать уже осенью 41-го, когда вот эти укрепленные районы третьей линии в глубине обороны пришлось срочно строить из подручных средств, и которые все-таки успели определенную роль сыграть, задержав немцев глубокой осенью 41-го года. Ну, касаемо юго-западного направления, таких фактов, по крайней мере, нигде не установлено. Да и развитие, собственно говоря, расстановка сил на юго-западном направлении в мае-июне, она позволяла реализовать совсем другие задачи. Поэтому я думаю, что говорить о каких-то там, например, Новгород-Волынске, Острополь, Могилево, о том, что здесь предполагались какие-то создания дополнительных рубежей, тут, собственно говоря, уже готовые рубежи находились в состоянии, скажем, плачевном. Поэтому я думаю, что это исключение, которое лишь подтверждает правила. Скорее всего, здесь роль города Москвы имела значение, что здесь столица. Да, речь шла о наиболее коротком операционном направлении через территорию Белоруссии на Москву. Да, а остальные направления, там, северо-западное, юго-западное, я думаю, они в этом конспекте рассматривают. Скорее всего, план введения боевых действий, он включал совершенно другой характер войны. И то, что с ним пришлось столкнуться в реальном, в 41-м году, а не в тот, который планировалось и предполагалось, совершенно нагалкивает на другие мысли, что здесь не указывалась никакая роль укрепрайонов в возможной войне. Это надо просто принять как факт. Вот я думаю, что мы в ознакомлении подобных вопросов у наших зрителей, если они таковые возникнут, мы сможем ответить на эти вопросы в рамках такой беседы. А то, что такие вопросы возникнут, у меня есть глубокое убеждение. Продолжение следует...